Экономический рост в Китае в прошлом году замедлился почти до 30-летнего минимума. Темпы роста ВВП снижались на протяжении всех 12 месяцев и в среднем составили 6,6%, что, впрочем, соответствовало официальным прогнозам. Воловой внутренний продукт превысил 13 триллионов долларов. Ухудшение экономической ситуации государственное статистическое управление Китая связывает с торговой войной между Кайнер и США. Торговые споры между США и Китаем негативно отражаются на экономике как этих двух стран, так и других государств. Мы приняли меры и добились прогресса. В экономическом плане Китай и США выиграют в случае сотрудничества и проиграют в случае конфронтаций. Сотрудничество Кайнера и США выгодно с разных сторон, и все государства мира смогут извлечь из этого пользу. Так же, как и конфликт между этими двумя странами затронет всех. В прошлом году между Китаем и США вспыхнула торговая война. Последним её витком стало введение Соединёнными штатами 10-процентных пошлин на товары из Китая на сумму в 200 миллиардов долларов. Пекин в ответ на это ввёл тарифы в 5,10% на импорт американской продукции объёмом в 60 миллиардов долларов. В декабре лидеры двух стран договорились о трёхмесячном перемирии.